МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня вы увидите. Лучшая управленческая команда. Губернатор наградил муниципалитеты по итогам 2020 года. Бак с приставкой «Мега». Переход на раздельный сбор мусора в Подмосковье продолжается. Креативная библиотека и спортзал с наливными полами. Узнали о любимых местах учеников в новой пристройке. Об этих и других новостях прямо сейчас. Губернатор Московской области подвёл итоги работы в 2020 году и огласил результаты рейтинга 50. Ивантеевка вошла в десятку лучших муниципальных управленческих команд региона. Увидеть достижения и результаты, сделать выводы и проанализировать. Высший совет при губернаторе Московской области прошёл 21 декабря. Андрей Воробьёв подвёл итоги года работы команды правительства региона и муниципалитетов. Мы все прекрасно понимаем сложность, особенность этого года. Ковид. Ту идеологию, которую мы провозгласили, придя работать в Подмосковье, это идеология лидерства. Но лидерство это не для того, чтобы бравировать цифрами и лавровые венки на шею одевать. Высший знак лидерства это когда каждый человек в самых разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что в его жизни перемены происходят. Губернатор огласил итоги рейтинга подмосковных муниципалитетов. Лучшими в 2020 году стали Химки, на втором месте Истра, на третьем – Одинцовский городской округ. На заседании Высшего совета были также отмечены 10 лучших муниципальных управленческих команд, в их числе Мытищи, Красногорск, Королёв, Люберцы, Ивантеевка. Типлом вручается городскому округу Ивантеевка глава красноцветов Максим Валерьевич. В номинации «Прорыв года» отличился Чехов за помощь жителям в период самоизоляции, Коломна – за прорыв в сфере школьного образования, Солнечногорск, за работу с инвесторами и другие. За большой вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья наградили глав Серпухова, Балашихи, Подольска, Мытищ. Холодные трубы – неисправные водостоки. Такие жалобы в последнее время поступают с проезда Маяковского. Руководители администрации и представители управляющей компании лично встретились с жителями проблемного дома. Чем они недовольны и как можно исправить ситуацию, выяснял Иван Чинаев. В этом доме Галина Серкова проживает с 2004 года. Проблемы с отоплением начались около пяти лет назад и повторяются каждую зиму. Пол квартиры отапливается, никаких претензий. На ту сторону ровно пол квартиры холодные батареи. Они чуть-чуть теплые сверху, чуть-чуть-чуть, и все холодные к низу. Выявить проблему пришли представители администрации и сотрудники управляющей компании. В первую очередь нужно измерить температуру в квартире и составить график с показаниями в разное время суток. Но сделать это сейчас невозможно. Мешает обогреватель. Из-за него специальный прибор показывает почти плюс 21 при минимальной норме, плюс 18 градусов. В угловых и торцевых комнатах в жилых помещениях норма 20. В ночное время, это начиная с нуля и до 6 утра, допустимо понижение от нормативного на 3 градуса. Значит, в ночное время допустимо 15 градусов. Выход один. Жильцам придется выключить все обогреватели и тогда измерить температуру. Только морозы приходите. Я за час выключу, чтобы было бы все дали. Замеряем. Если температура ниже нормативной, это ниже 18 градусов. Соответственно, ну это перерасчет, однозначно акт перерасчет. Этот дом на проезде Маяковского построили еще в довоенное время, в 37 году. В 2015 в нем сделали капитальный ремонт. Тогда, по словам жильцов, и начались проблемы с отоплением. Об этом ивантеевцы сообщили на портал Добродел. Управляющая компания проведет техническую разборку этих проблем и доложит представителям администрации, есть ли какие-либо технические проблемы в системе отопления. И, собственно, будем решать эту проблему дальше. Вопрос об устранении технических проблем на уровне администрации будут решать уже на следующей неделе. Иван Чинаев, Фарид Галиев, Анна Белова и ТВ. За прошедшую неделю на территории Подмосковья оборудовано более 500 площадок для раздельного сбора мусора. А в Ивантеевке открыли не просто контейнерную площадку, а целый комплекс под названием «Мегабак». Что это такое – в следующем репортаже. Умная контейнерная площадка или просто «Мегабак» – это несколько ёмкостей для разных видов мусора. Текстиль, дерево, стекла, крупногабаритных отходов. Вскоре здесь появится ещё один бак для опасных отходов – техники, ламп и батареек. Собранное сырьё напрямую будут забирать компании-переработчики, чтобы дать ему вторую жизнь. Площадка работает ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера, кроме понедельника. Будем мониторить те обращения и предложения по мере использования данной площадки по потребности в дальнейшем размещения таких же площадок на территории Гордова. Место под «Мегабак» выбрано не случайно. Контейнерная площадка расположена у дома 15 по улице Богданово. Здесь предусмотрены удобные подходы, обустроена большая парковка. Всё это позволит привозить жителям как обычные отходы, так и крупногабаритный мусор. Стоит отметить, что площадка оборудована камерой видеонаблюдения «Безопасный регион». Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области в Подмосковье в 2019 году. Людмила Ермакова, Фарид Галеев, Анна Белова. Программа «День за днём». Новогоднее настроение – ёлка в доме. Роспотребнадзор даёт несколько советов по выбору новогодних деревьев. Например, ствол у ёлки должен быть ровным и без трещин, ветви гибкими. В свежести можно убедиться, растерев пару хвоинок в ладонях. Если появился запах хвои, значит дерево срублено недавно. Но главное – все ёлки должны продавать на законных основаниях. Соблюдают ли нормы в Авантеевке, убедилась общественная палата в ходе рейда по городским ёлочным базарам. Сосна, пихта сборная, ель, соответственно, сетка. Всё, что нужно для настоящего Нового года. В Авантеевке открылись ёлочные базары. Один из них расположен на перекрёстке центрального проезда и Советского проспекта у дома номер 17. Все ли документы в порядке и все ли новогодние деревья здесь на законных основаниях, проверяет общественная палата вместе с представителями городской администрации. Эта площадка для ёлочного базара предоставлена муниципалитетом на основе аукциона. Ещё одна находится на Первомайской. У нас всё максимально официально согласовано с администрацией. Соответственно, есть сам договор с администрацией. Помимо этого, на все наши ёлки имеется определённый сертификат. Волонтёрство в этом году не обошло стороной даже ёлочные базары. Именно здесь будут покупать новогодние деревья для тех жителей старше 65 лет, у кого нет возможности самостоятельно приобрести пушистую красавицу. Бабушки, которые нуждаются в помощи, у которых нету надёжных людей, которые могут помочь им доставить, помочь чем-то ещё, они могут обратиться в волонтёрский штаб по телефону, позвонив, оставив заявку. Волонтёр придёт к бабушке, дедушке, выяснит, какого параметра она хочет ёлочку. Высоты, ширины, ёль, сосна. После этого волонтёр отправляется на торговую точку, приобретает за счёт бабушки данные ёлочки и привозит ей. Сюда ёлки и сосны приехали из Пензенской области. Выбрать новогодние дерева жители могут на любой вкус. Невысокие, средние, пушистые и очень пушистые, собранные из сосновых веток. Этот ёлочный базар работает до 31 декабря. Оставшиеся деревья отдадут на благотворительность. 31 декабря 99% ёлок, которые у нас остаются, мы отдаём в церковь. А церковь уже после этого распределяет все ёлки многодетным семьям, разнообразным детишкам. Они радуются, им неприятно. Сегодня проверяют ещё одну площадку у торгового центра «Калинка». Документы здесь в порядке. Новогодние деревья сюда приехали из Калужской и Рязанской областей, а сосны в горшках – из Сибири. Мы проверяли наличие договора на аренду, товарную накладную, по которым ёлки откуда были привезены, не срублены ли они в каком-то ближайшем лесу, и сертификат соответствия. Все документы на точках имеются, поэтому жители города могут смело покупать эти ёлки и не беспокоиться, что они где-то срублены незаконным путём. На данный момент в Ивантеевке работают шесть ёлочных базаров. Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин, Мария Барсукова. Программа «День за днём». Главные итоги года. При поддержке Андрея Воробьёва в Ивантеевке возвели пристройку к седьмой школе. Здание строили в рамках госпрограммы Московской области. Сейчас здесь обучаются начальные классы. Корпус позволяет принять более двухсот учеников. Как занимаются дети и нравятся ли педагогам, узнавала Анна Пыльцина. Избавила от второй смены и добавила новых возможностей для работы педагогов и развития детей. Пристройка к седьмой школе – один из главных итогов 2020-го. Чего здесь только нет, кроме учебных классов. Две игровые. Здесь занимаются дополнительно шахматами и лего-конструированием. Специализированные кабинеты музыки, изобразительного искусства иностранных языков. Спальные комнаты. Отдельно для мальчиков и для девочек. Они предназначены для продлёнки и в каникулы, для лагерей. Конечно, огромные возможности. Во-первых, мы избавились от второй смены. И это разгрузило вторую половину дня. Теперь мы свободно можем заниматься и творчеством, и развивать различную кружковую деятельность. В седьмой школе тысяча два ученика. В начальных классах свыше 500 ребят. Около 300 учатся теперь в пристройке, разгрузившей основное здание. Раньше дополнительное образование в школе казалось нереальным. Недавно все кружки творческого, технического, музыкального, спортивного направлений прошли сертификацию. В спортзале наливные полы, стены защищены мягкими модулями, обустроены душевые. Работать стало интереснее и приятнее как детям, так и педагогам. Здесь теплее, есть новая библиотека, читальный зал в библиотеке. Можно по школу пойти погулять куда-нибудь. Есть фарты, которые можно поднять, кабинет шахмат, разные кружки. Здесь интересная библиотека. После уроков можно пойти и погулять в библиотеке, почитать книги, забрать их домой. Библиотека креативная, с разноцветными мешками-креслами в зоне для авторского чтения. Сотрудники читают с ребятами вслух. Есть при библиотеке и зона IT. Ученики печатают доклады, могут найти нужную информацию в интернете. В классах – современное мультимедийное оборудование. Новое здание, новые помещения, а возможностей огромнейшее количество. Это интерактивно. Это дистанционка у меня с детьми, которые проходят те, которые болеют. С помощью индивидуального планшета, который раздали для каждого учителя, те детки, которые болеют, присутствуют с нами на уроках. Педагогам есть с чем сравнить. Оксана Радькина, например, в седьмой школе работает уже 34 года. Для неё перемены очевиднее некуда. Прекрасное новоселье, да, прекрасное. Мы все очень ждали, и ребята ждали, и родители ждали, но больше всего мы. Пристройка доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья. В коридорах – три специализированных подъёмника для инвалидов-колясочников, плюс лифты, спецпоручни в санитарных комнатах. А на входе – информат, на котором можно узнать всю информацию об учебном заведении. Постепенно его будут наполнять и фотографиями школьной жизни. Анна Пыльцына, Фарид Галиев, Мария Барсукова и ТВ. И о погоде на среду 23 и четверг 24 декабря. Оба дня днём будет пасмурно, возможен незначительный снег. Температура стабильна, синоптики обещают минус 3 градуса. В ночь на среду столбик термометра опустится до минус 7 градусов, в ночь на четверг – до минус 4. И на этом у меня все новости на сегодня. А с вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok